Всех приветствую дорогие друзья на канале Радиолюбитель ТВ. Сегодня мы попытаемся ответить на такой вопрос. Сколько электрических приборов можно вставить в одну розетку? Конечно я имею ввиду, что будут использованы тройники, включенные в эту розетку. Мы посмотрим сколько приборов можно безопасно включить через них. И в каких случаях розетка может расплавиться, проводка сгореть и все это дело приведет к пожару. Как такого не допустить и быть спокойным за свое жилище? Друзья, сначала хотел бы вам посоветовать канал Мастер Хломастер. На канале выходят интересные видео по самоделкам своими руками. Например, как сделать свой картинг или самодельную коптилку. В общем канал для тех, у кого руки растут из того места. Ссылка на канал будет в описании под видео. Итак, все мы чувствуем, что нам требуется все больше и больше электричества. Это конечно связано с тем, что появляются самые новые различные виды бытовых приборов, различные гаджеты и все это требует питания. И все чаще получается так, что количество розеток в квартире ограничено, а приборов, которые необходимо подключить и постоянно использовать, становится все больше и больше. Так сколько же можно вставить приборов в одну розетку? То есть правильно сказать, какую нагрузку может выдержать одна розетка? На самом деле этот вопрос довольно запутанный. Ведь существует множество факторов, от которых зависит выносливость электропроводки и розетки в каждом конкретном случае. И для того, чтобы определить возможности одной розетки, давайте немного разберемся в некоторых понятиях и определениях. Один из самых важных параметров розетки это напряжение. Это такая физическая величина, которая показывает работу по перемещению заряда от одной точки электрической цепи до другой. Она измеряется в вольтах. Для нашей страны принято напряжение 220 вольт. Все вы это знаете, и этот показатель обязательно нужно учитывать, так как он используется для расчета нагрузки, которую выдержит розетка. Еще один важный параметр это сила тока. Это уже отношение количества заряда, прошедшего через некоторую поверхность, к времени этого прохождения. Да что я вам это все говорю? Вы же смотрите мои видео, там более подробно об этом рассказано. Сила тока измеряется уже в амперах, и для наших стандартных розеток в основном она равна от 6 до 10 ампер. И конечно не забываем про мощность тока. Мощность показывает скорость преобразования, потребления и передачи электроэнергии какой-либо системы. Измеряется она в ваттах, ну и мощность электроприборов вы наверняка видели в технических характеристиках и на коробках различных бытовых приборов. Так вот, допустимая нагрузка на розетку это показатель того количества ватт, которое может выдержать как сама розетка, так и проводка при одновременной работе нескольких приборов или одного мощного прибора. И вот с имеющимися у нас показателями можно сделать простой расчет допустимого количества ватт, которого можно пропустить через одну розетку. Нужно просто умножить силу тока на напряжение. Для наших отечественных розеток возьмем стандартную 6,3 ампера, умножаем на напряжение сети 220 вольт, округляем в меньшую сторону, получаем 1,3 кВт. Таким образом суммарная мощность приборов, которые можно одновременно пропустить через такую розетку, не должна превышать 1,3 ватта. Давайте рассмотрим на конкретном примере. Вот у нас есть розетка на два гнезда. Это не значит, что это две отдельные розетки, так как провод к ним идет один, то есть это одна розетка, и мы будем подключать в нее одновременно, например, стиральную машину и микроволновую печь. Два таких мощных потребителя, и потребляют они, например, 3,5 кВт. Включаем оба этих прибора, и у нас раздается щелчок в коридоре, и внезапно везде погас свет. Это сработал автоматический выключатель. Смотрим на него и видим надпись 10 А. Это значит, что данный автомат отсекает нагрузку свыше этого предела. А если мы переведем все это дело в мощность, то есть А умножим на напряжение сети 220 В, это составит 2,2 кВт. А мы подключили 3,5 кВт, то есть превысили нагрузку в полтора раза. Ну а что, если мы не захотим с этим мириться и заменим автомат защиты на другой, уже с пределом, например, 16 А? Считаем мощность и получаем как раз чуть более 3,5 кВт. Снова включаем два наших мощных прибора в розетку, и уже ощущаем неприятный запах паленого пластика. Это уже расплавилась наша розетка. Выключаем, смотрим на нее. А на ней тоже выговорено 10 А, то есть она тоже рассчитана на 2,2 кВт. Но кажется, и эту проблему можно решить. Бежим в строительный магазин за новой, более стойкой к перегрузке розетки, например, тоже на 16 А. Вот она-то по-любому выдержит мощность в 3,5 кВт. Ставим ее, снова включаем и ощущаем запах паленой электропроводки. Теперь нас подвел провод. Но, по правде говоря, не он нас подвел, а мы его. Провод – это тоже элемент электросети, и при строительстве, он так же, как и автомат с розеткой, был уложен с расчетом нагрузки на силу тока в 10 А. А вот заменить провод уже становится тяжко. Это нужно делать демонтаж отделки стен, заменять и отделывать все обратно. Тут, конечно, проще будет проложить кабель-каналы. Туда пропустить мощный провод, например, с сечением 2,5 мм, провести его от четка с новым автоматом и поставить свежую 16 А розетку. Но внешний вид, конечно, будет испорчен. Так что, если вы планируете делать ремонт, строительство или капитального ремонта, необходимо тщательно спланировать, какое количество электроприборов будет использовано, как они будут расположены и какую мощность будут потреблять. И делать, конечно, лучше с запасом. Как рассчитать и проводить электропроводку – это, конечно, тема отдельных видео. Если вам интересно, как-нибудь сделаем. Кстати, интересный момент. В жилых домах, спроектированных и построенных до 2006 года, с газовыми плитами, расчетная нагрузка электричества на квартиру составляет 3 кВт на квартиру, а с электроплитами уже 7 кВт на квартиру. Но с 2006 года она уже увеличена с газовыми плитами до 4,5 кВт на квартиру, а с электроплитами 10 кВт на квартиру. Имейте это в виду. Конечно, существуют квартиры повышенной комфортности, где нагрузку на квартиру может определять сам заказчик. Так вот, теперь просто зная характеристики вашей электросети и мощность или силу тока ваших бытовых приборов, вы сами сможете определить, сколько потребителей можно будет безопасно вставить в вашу розетку. Сейчас на рынке появляется очень много умных розеток. Это так называемые Wi-Fi розетки, которыми вы сможете управлять через ваш смартфон. Есть даже GSM розетки, в которых вставляется сим-карта. Они уже могут использоваться для дистанционного управления, например, включения отопления или кондиционера на даче. Очень классная штука. С помощью нее, например, можно организовать автоматический полив огорода или включать по расписанию освещение аквариума. И, конечно, она поможет экономить электроэнергию. Такие умные розетки выгодно приобретать на Алиэкспрессе. Ссылки на хорошие варианты я оставлю в описании под видео. Также для контроля электроэнергии в вашем доме я советую взять такой приборчик ватт-метр. С помощью него можно узнать, например, какую мощность потребляет каждый ваш бытовой прибор по отдельности, во время работы или просто в спящем режиме. Также с помощью него вы узнаете, сколько денег съедает каждый электроприбор и сможете оптимизировать траты на электроэнергию. Ссылку на него тоже оставлю. Но вы пишите в комментарии, на какие темы вы бы хотели еще видео на моем канале. Ставьте лайк, если это видео было вам интересно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Веселый Электрончик. И, конечно, на этот YouTube-канал Радиолюбитель ТВ. Мы здесь говорим про электронику, за электроникой будущее. Кто не верит, давайте спорить в комментариях. Но я с вами на этом прощаюсь. Всем пока.